МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Щелкунчик и кошки». 15 марта. ДК «Нефтехимик». Премьера. Московский театр кошек Владимира Куклачева со спектаклем «Щелкунчик и кошки». Вас ждут незабываемые трюки 50 кошек. Запрет на продажу жвачек и конфет с никотином может вступить в силу уже этой весной. По словам экспертов, они содержат в десятки раз больше этого вредного вещества, чем обычные сигареты. С 2015 года в стране возбранена оптовая и розничная торговля на сваим и снюсом. После этого у молодежи получили популярность леденцы, конфеты, мармелад и жевательные резинки с никотином, занимающие до 2% табачного рынка. Новая форма не коснется лекарственных средств, которые используются для борьбы с зависимостью от сигарет. Шанс на жизнь. 25 тысяч долларов необходимы ангарчанке Марине Харужей, чтобы им воспользоваться. Эту сумму нужно собрать менее чем за 3 месяца. С подробностями Ангелина Борисова. О том, что у нее онкология, Марина узнала в начале 2018-го. В ходе обследования были выявлены метастазы, но без первично выявленного очага. Говоря обычным языком, медики не могут понять, откуда они берутся. А потому сейчас женщина проходит полную химиотерапию. Специалисты клиники в Израиле готовы помочь ангарчанке. Там она сможет пройти полное обследование, чтобы определить первичный очаг и пройти реабилитацию. Я вижу, что химия убивает намного быстрее, чем сама болезнь. Каждый раз вижу, боюсь, что ребенка, когда начинает на руки брать, думаем, что вместе с ним грохнутся. Тут больше время... На словах он сказал, чем быстрее, тем лучше. Да, нам время диктует больше не Израиль, а больше ее состояние здоровья. Необходимая сумма для прохождения обследования в Израильском медицинском центре до июня этого года – почти миллион семьсот тысяч рублей. В настоящее время удалось собрать четыреста восемьдесят тысяч. А пока Марина продолжает проходить химиотерапию, после которой ей становится очень плохо. В себя не успевает приходить химия, потом дня три-четыре в лёжку, и рвёт её, и голова кружится, и всё, и шатает, и вот только-только в себя придёт, и опять новая химия. Вот эта вот химия вообще самая жёсткая. Больше всего Марина боится оставить своих маленьких детей без мамы. В семье два сына – двухлетний Даниил и пятилетний Роман. Для тех, кто хочет помочь ангарчанке, на экране указаны реквизиты, по которым можно осуществить денежный перевод. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, новости 360 Ангарск. Информационную систему проверки легальности такси запустили в Прибайкалье. Сервис размещен на сайте областного министерства ЖКХ. Любой пассажир, заказавший машину, может ввести в поиски госномер авто и проверить легальность предоставляемой услуги. И если видит информацию о реальном перевозчике, это означает, он гарантирует соблюдение обязательных требований законодательства. В новой системе можно увидеть стаж работы водителя, проходит ли он обязательными досмотры техническое состояние авто. Если поисковик сообщает об отсутствии действующего разрешения на приехавшую машину, пассажир должен понимать, доступ к выполнению его заказа получил нелегальный перевозчик. Сообщается, что в Иркутской области федеральные сервисы заказа пытаются вытеснить с рынка таксомоторных услуг законопослушных профессиональных таксистов. Зачастую на них работают без лицензии, специальной раскраски кузова, и человек, воспользовавшийся таким автомобилем, должен помнить, ему не гарантируют никакого возмещения возможного нанесения ущерба здоровью или убытков. Первые недели эксплуатации нового информационного ресурса подтвердили его повышенную востребованность для жителей Требайкаля, которые пользуются услугами сервисов заказа такси. Подобные системы до этого действовали только в Москве, Краснодаре и Новосибирске. Альберт, Домнин, Новости, 360, Ангарск. Непонятные новшества. Ангарские пенсионеры рассказали о новой проблеме с социальными проездными. По словам одной из женщин, в начале марта она, как обычно, пополнила карту через терминал Сбербанка, однако в автобусе выяснилось, документ не активирован. Позвонила по телефону, указанному на сайте соцсистемы. Но там помочь не смогли, посоветовали позвонить на другой. На другом конце провода ангарчанки рассказали, ее платеж носит статус отложенного на три дня. Других подробностей не сообщили. В итоге пенсионерка за три дня поездок на автобусе истратила 150 рублей. Вот такая забота о пожилых ангарчанах. Традиционные поздравления в канун 8 марта получают ангарчанки. Не дожидаясь календарного праздника, дорожные полицейские тоже решили порадовать прекрасных дам с наступлением самого долгожданного дня весны. Добрый день, инспектор ДПС, лейтенант полиции Юбенко. Документы ваши нужны. Улица Ворошилова, хмурый, облачный день. А суровый инспектор ДПС еле-еле скрывает улыбку. По предлогам проверки нет ли неоплаченных штрафов, приглашает даму выйти из авто и... Разрешите поздравить вас с праздником 8 марта. Спасибо. Очень приятно. Зрение у сотрудников ГИБДД отменно и останавливают только автоледи и дарят цветы. Большинство представительниц прекрасной половины человечества такого сюрприза не ожидают. Инспекторы поздравляют с наступающим 8 марта, желают здоровья, любви и красоты. Цветы для акции предоставил ангарский предприниматель. Эта акция поднимает настроение всем ее участникам и делает пасмурный день по-настоящему праздничным. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск. Интересные факты о женщинах при Ангаре. Средний возраст жительниц Иркутской области составляет 40 лет. Это на 5 лет больше, чем средний возраст мужчин. Об этом сообщает Иркутскстат. О других любопытных данных. Александра Барнакова. В целом женщин в стране больше, чем мужчин. Не является исключением и Иркутская область. На тысячу мужчин приходится 1164 дамы. Живут они в среднем 75 лет. Вековой юбилей в этом году отметили 83 жительницы региона. Более 17 тысяч представительниц прекрасной половины человечества вступили в брак. Почти 11 тысяч женщин впервые стали мамами. Кстати, средний возраст рождения ребенка – 29 лет. Больше всего женщин трудятся в сфере образования и медицины. Также они заняты работой в торговле, в административной и социальной деятельности. Александра Барнакова. Новости 360. Ангарск. Число женщин, желающих работать водителями, за последние три года выросло в 6,5 раза. Об этом свидетельствуют данные сервисов по поиску работы. На одной веб-площадке было размещено без малого 2000 резюме представительниц прекрасной половины человечества. Другой сайт приводит статистику, согласно которой с 2017 года число соискательниц выросло с 7 тысяч до 45. Эксперты отмечают, динамика женщин, выбирающих традиционные мужские профессии, может напрямую повлиять на улучшение качества жизни населения. Спонсор выпуска новостей – концертное агентство «Премьера» представляет Московский театр кошек имени Куклачева со спектаклем «Щелкунчик и кошки». 15 марта. ДК «Нефтехимик». Премьера. Московский театр кошек Владимира Куклачева со спектаклем «Щелкунчик и кошки». Вас ждут незабываемые трюки 50 кошек. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. А на сайте ангарск360.ру кроме наших новостей найдете телепрограмму и много другой полезной информации. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды не только для ангарчан, но и жителей других городов при Байкале. Здравствуйте! Это погода на канале 360 Ангарск. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 7 марта пасмурно и снежно. В обед температура воздуха составит минус 5 градусов. В темное время температура понизится до минус 12. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. В Листвянке пасмурно и снег прогнозируют синоптики. Днем минус 6 градусов. К вечеру на столбике термометра можно будет наблюдать минус 12. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – концертное агентство «Премьера». Стас Пьеха выступит на сцене ДК «Современник» 14 марта. 14 марта. ДК «Современник». Неподражаемый, харизматичный и самобытный певец Стас Пьеха. Я с тобой смогу, чтобы ты нам мечтал. Концерт в честь 15-летия творческого пути. А теперь о погоде в Ангарске. В субботу пасмурно в нашем городе и снег. В обед 5 градусов ниже нуля. Ночью минус 15. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 725 мм ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале 360 Ангарская. Желаю вам отличного настроения. В любую погоду! Продолжение следует... Продолжение следует...